Всем привет! Сегодня будем делать очень вкусный люля кебаб в духовке. Приготовленный по этому рецепту люля получается таким же сочным и вкусным, как и на углях. Как сделать кебаб на мангале, можно посмотреть по ссылке в подсказках или в описании под видео. В описании вы также найдете весь перечень и количество необходимых ингредиентов. Сначала подготавливаем лук. Разрезаем его на несколько частей. Пропускаем через мясорубку с крупной решеткой и отцеживаем лишний сок с помощью сито. Теперь берем свежее, хорошо охлажденное мясо. Это может быть свинина, как у меня, или жирная говядина. Нарезаем его кусочками произвольной формы и пропускаем через мясорубку с такой же решеткой, как и лук. Дальше в полученный фарш добавляем лук без сока, соль, зиру, кориандр, острый красный перец, черный перец, сладкую паприку и хорошо вымешиваем все руками. Делаем это не меньше 10 минут, пока фарш не станет вязким. Затем измельчаем свежую кинзу. Отправляем ее к мясу. Перемешиваем, чтобы зелень равномерно распределилась по всему фаршу. А дальше хорошо отбиваем массу руками. Готовый фарш должен плотно держаться на пальце, как бы мы его не крутили. Теперь закрываем миску пищевой пленкой и отправляем в холодильник не меньше, чем на час. По истечении времени формируем из фарша котлеты, весом примерно 100 грамм. При этом фарш дополнительно хорошо отбиваем ладонями. Получившуюся котлетку насаживаем на деревянную шпажку. И распределяем фарш равномерным слоем по всей длине. Для удобства руки можно смачивать водой. Сформированные люлянки выкладываем на решетку, под которую устанавливаем противень. Что касается шпажек, лучше всего брать палочки для суши. Также подойдут и обычные шпажки для шашлыка. Теперь отправляем люля-кебаб в горячую духовку с верхним грилем. И жарим 12-15 минут до получения золотистого цвета. Затем переворачиваем. И продолжаем запекать еще 10-12 минут. Духовка все время включена на 250 градусов. Запеченные люля перекладываем на блюдо. Дополняем зеленью и овощами. И подаем к столу в горячем виде. Вот и все. Вкусный, ароматный и сочный люля-кебаб в духовке готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующее видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!